Девушки отдыхают Я линию обесточил, можешь резать У вас ножницы, значит? Тогда у меня гамень! Мужики, вы куда? Че у вас там? Надо будет давление поменять, а то дальность не к черту Ну хотя бы ты никуда не уйдешь! Повиси, как я позавчера в лифте, когда из-за умников, типа вас, свет в доме вырубили Ты че делаешь, черт? А ну это, на землю меня отпусти, живо? Ты, сука... Ты, главное, когда тебя менты снимут и в обезьянник посадят, там это ляпнуть не вздумай О, мужики, гля! Гнида попалась! Это кто его так пришпилил? Да какая разница? Линию, походу, он вырубил Тащите его сюда! Провода на нашем участке срезай, хотел бомжара А давай я тебе пальчик срежу Да зачем? Еще спецовку кровью испачкаешь Ему же провода были нужны, правильно? На, мужик, провода! Нам не жалко! Никитос, по-братски прошу Накидай нам с пацанами по курсачу Если хочешь, мы проставимся Не заржавеет По 500 рублей за курсовую? И вообще без проблем, Мих Братан, ты не понял 500 рублей это не по-братски Это гнилой базар Откуда у пацанов такие бабки? Ну, сгоняй в ломбард через дорогу Сдай цацку и заплати за пацанов Ты ж за них горой, я правильно говорю, Мих? Может, тебе лучше в хайло сгонять? Ну, рискни Костяшки собьешь Может, даже палец вывихнешь И потом им курсач писать будешь Ну и наяривать больно будет Или, может, тебе в кайф, когда удовольствие и боль в одном флаконе? Ты пошел тут в жопу, Наумов Не пацан, а хрен знает кто А вы хавальники захлопните Пацан, не пацан Ты от кого таких понятий нахватался? Сомневаюсь, что от бати миллионера Хотя, хрен знает У богатых свои причуды Может, у вас дома золотая параша стоит? Зря я его так Он же запомнит Почему я никак не научусь язык за зубами держать? Наумов, вы чего это на полу расселись? Чем вам лавочки не угодили? А я решил подойти к вопросу от противного Раз у нас на лавочке с ногами залезают То на полу, наверное, можно и посидеть Все вам, Наумов, шутки? Снова сегодня отпроситесь? Да нет У меня в тот раз бабка заболела Посидеть надо было А сейчас вроде ничего А держится старушка Я у вас вот что спросить хотел И вот костюм можно же как-то заземлить? Это же наверняка на производстве практикуется Практикуется, само собой Вот только вам это зачем? Вы, кажется, на менеджмент поступили Не на электрика А я это... Курсовую готовлю по организации рабочего пространства Вот решил учесть этот момент Ну вообще можно людям индивидуальные браслеты выдать Подведенные к общей шине И заряд будет стекать на нее Но это же ограничит мобильность А на вашем гипотетическом производстве Люди будут в разные стороны носиться, что ли? Я хочу, чтобы проект для любого производства подходил Есть какие-нибудь другие варианты? Самый надежный Это, конечно, контакт обуви рабочего С каким-то напольным покрытием Но это гораздо дороже Каждому сотруднику пару специальных ботинок купить придется Не думаю, что на вашем менеджменте За такое решение похвалят Забота о безопасности рабочих Хороший имиджевый фактор Если сделать на этом акцент на стадии продвижения Можно привлечь крупных партнеров Для которых важно создание привлекательного облика в СМИ Я, честно говоря, не очень понимаю, что вы в нашем ПТУ В смысле, в колледже забыли Голова у вас ясная? Вам бы в институт В институте бюджетных мест нет Отсюда можно особым набором пройти Когда диплом дадут Да уж, дожили Ну да, я потом принесу все справки Мне хотя бы неделю в себя прийти Нет, нет, прогулы мне не нужны Да, понимаю, что идете навстречу За свой, так и за свой Ну, в смысле, за свой счет Вы это, там, я... Спасибо Мрази! Может, вам еще карту прививок мою из приюта принести? И список процедуры санатория? В который меня на втором классе отправили? И что мне теперь с тобой делать? Ну вот, и крыша поехала Я с рукой разговариваю А она мне отвечает От какого хера? Это как вообще? Алло Слушайте Я тут подумал Руки-ноги вроде бы целы Чего мне прохлаждаться? Я сегодня же выйду на работу Ждите Че, Маш, скучаешь? Да, у нас как обычно То тишина, то оврал Вон, куртку лаком облила Теперь вон докрашиваю Как будто так и задумано С желтым пятном ее никто носить не хотел Она как матрас из-под алкаша смотрится А так ничего Даже нарядно Ага, красиво Я по поводу зарплаты побазарю и на объект Дай-ка И правда ничего Нарядно Так Вот теперь дальность будет в норме Главное, чтобы нить не слишком тонкой получилось А то Никит, ну ты чего запираешься постоянно? Чего я там не видела? Бабуль Я запираюсь, чтобы ты меня не отвлекала Я же говорил, мне курсовую писать надо Ну так ты пиши А святым духом питаться тоже не дело Я тебе чаю заварила Не держи старуху под дверью Бабуль Спасибо, но я, если что, чаю себе сам заварить могу Иди полежи, а то перенапряжешься и опять сляжешь Оно ни тебе, ни мне не надо Я пока помирать не собираюсь От того, что чайник поставлю лишний раз Уж точно не подохну Вроде бы идея про обувь правильная Но как она поможет, если я за провода паутиной зацеплюсь И меня в воздухе током шибанет? Надо посмотреть Не ответил ли кто мне на форуме изобретателей? Баб, я интернет включаю Тебе телефон не нужен? Включай, конечно Никит, это из-за твоего интернета пробки вышибло, что ли? Да нет, баб В окно посмотри Во всем районе свет вырубили Или... Ты куда намылился? Пойду это Свечек возьму Вдруг свет до утра не дадут Чего мы в потемках сидеть будем? Че, света нету? Ну ничего, электрик уже на месте Скидываемся по тысяче и все будет Ты чего тут устроил, а? Вали по-хорошему! Это чего у него горит там? Не влезайте, сухие Убьет! Вернее, увыёв! А раз вы еще и драться полезли, то скидываемся по три тысячи А лучше сразу по пять А вот что будет с теми, кто жадничает Когда секцию отремонтируют, я вам скидку сделаю Ну надеюсь, она в приставке продает А ты, звони в управу Скажи, пусть везут сюда лимон, а лучше два А не то я всю городскую сеть перегружу Чинить замочиться Ой, вы посмотрите какой грозный Два лимона! Что дальше? Бочку в варенье, корзину, печенье потребуешь? А? Маска, а я тебя знаю. Скажи спасибо, что я полгорода обесточил. А то я бы тебе скормил 220 или 380. Как мне из-за тебя. Как мне из-за тебя. За счет тебя, Никита. За тактическое предвидение. Заземление правду было бы очень в тему. А за то, что жизнь тебя ничему не учит, не зачет. Так, тут надо головой думать. Источник его сил электричества. Что я знаю про электричество, помимо формул и понятий из учебника? Я знаю, что в кино людей часто убивают, бросив в ванну тостер или фен под напряжением. А раз мой враг это как раз ходячий тостер, то нужно организовать ему доставку воды прямо в хлебало. Что-то я денег до сих пор не наблюдаю. Может мне показать вам, что бывает, когда через человека ток пропускают? У меня так на работе несколько человек погибло. С другой стороны, я же выжил. Так что и у вас есть шансы. Ёб твоё! Желучий гад. Я прям в шоке. Вроде дышит. Я уж было... Дышит и хорошо. Ну что, можем паковать клиента? Пакуйте, но везите не в обезьянник, а в застенок. Начальству наврите что-нибудь. Как скажете, шеф? Скажите, пусть все анализы проведут. И поднимут медкарты пациентов. Есть у меня одна мыслишка. Ну чего? Купил свечки-то? Они везде кончились. Весь квартал оббегал, нигде нет. Ничего страшного, свет всё равно дали. К соседке заходила. Та говорит, мол, это оружие какое-то испытывали, чтобы целый город обесточить можно было. Ты слушай соседок больше. Авария на подстанции была, не придумывай. Я вот удивляюсь на вас, молодых. Наивные вы такие. Авария, конечно. Это вы только себя успокаиваете. А на самом деле в мире такие ужасы творятся. В еду нам неизвестно что подсыпают. А уж какую гадость заводов сливают. В воду я вообще молчу. И всё это потом в почву проникает воздух. И жизнь нам портит. Никитка. Мы-то старики, ладно. А вот вас жалко. Не надо нас жалеть. Мы сами за себя в ответе и, надеюсь, со всем справимся. Голова на плечах есть силу тоже. Справимся как-нибудь. Дорогие читатели! Надеемся, вам понравился первый выпуск Северного Паука. Эта история создана фанатами и для фанатов. Но делать комиксы непросто. И как бы это не было весело, это всё ещё работа. Этот выпуск подготовила большая команда. А в человека часах это почти полтора месяца работы и 250 тысяч рублей затрат. Поэтому, если вы хотите увидеть продолжение, пожалуйста, присоединяйтесь к поддержке проекта ВК Донат. Взамен, мы обещаем делиться рабочим процессом и показать вам новый выпуск раньше всех. Чтобы продолжать работу, нам нужно хотя бы тысячу платных подписчиков. Это только начало большой истории, и нам не терпится поделиться ею с вами. Большое спасибо и низкий поклон. Присоединяйтесь к сообществу по ссылке и QR-коду ниже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вы не дадите мне аванс? Ты серьёзно? За что аванс? За присутствие? Завтра, чтоб была минусовка, она не мечет. Субтитры подогнал «Семкин Корректор А.Егорова»